С 3 по 5 октября в нашем городе будет звучать авторская песня. 9-й международный фестиваль бардовской песни вновь презентует наш сегодняшний гость, президент бард-клуба «Гитара по кругу» Владимир Аникеев, а также дипломант фестиваля Владимир Томилин и его муза Ирина. В этом году фестиваль пройдет в несколько этапов. 3 октября зрители ждут в Доме ученых на концерт «Барды мира». 4 октября в культурном центре НГТУ состоится сам конкурс, а 5 октября в ДКЖ пройдет гала-концерт участников. Подробнее о программе фестиваля поговорим прямо сейчас. Я иду на ледоколе, ледокол идет по льду, То трудяга поле колет, то ледовую гряду, А то прокуренную глоткой крикнет, жалуясь в туман, То зовет метеосводкой город Мурманск, то есть Мурманск, Паэрам, 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 паэрам. И какое положение не имели б мы во льдах, Знают наши продвижения. Все окрестные суда, даже спутник с неба целит, В объективы нас берет, смотрит, как для мирных целей. Мы долбаем крепкий лед, паэрам, паэрам. И какой-нибудь подводник с бокенбардами брюнет Наш маршрут во льдах наводит, Навалившись она планшет, а у подводника гитара. И ракет большой запас, и мурлычет, как котяра. Гирокомпас, то есть компас, Паэрам, 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 паэрам. Но никто из них не видит в чудо-технику свою, Что нетрезвый, как Овидий, я на полубе стою. Что прогноз сопровергая, штормы весело трубят, Что печально, дорогая, жить на свете без тебя. Паэрам, паэрам. Сегодня у нас в гостях два Владимира и Ирина. Это представители чудесного фестиваля, Который называется «Гитара по кругу», Который вот уже девятый раз, правильно, Девятый раз пройдет в Новосибирске. Вот все те зрители наши, которые сейчас вас услышали, Захотели наверняка еще больше послушать. И такая возможность у них появится Ровно 3 октября. Именно с этого дня начинается фестиваль. А где и как, вот уж, пожалуйста, вы расскажите мне, Владимир. 3 октября у нас будет открытие, Грандиозное открытие в Большом зале Дома ученых в 19.00. На сам фестиваль мы пригласили вообще очень много гостей И со всех властей, что называется. Владимир, а вы, насколько мне известно, Участвовали в «Гитаре по кругу» в прошлом году? Да, было дело такое. Вы, то есть, были как бы конкурсант, Или вы просто вот, ну, такая уже приезжая звезда, Которая просто выступила? Вот в каком статусе вы были? Не, ну, до приезжей звезды, в общем-то, с нормальной земли не дотянуться. Это всегда должно быть стимулом. И ему же ехать-то далеко с Октябрьского района. Конечно, а вы знаете, гастрольный тур, он такой, с Октябрьского порой в Кировске и тому подобное. Звезды дело недонежное и далеко недоступное. Поэтому, ну, всегда хочется оставаться среди людей И приносить радость и улыбки, даже слезы. Ну, вот я хотел бы попросить от лица всех зрителей Володи исполнить ту песню, Которую... Давайте, конечно, если такая есть возможность. Жизнь проверяет на износ. В безумной гонке мчится, мчится, но есть заветный тихий плес, Где хочется остановиться. Смотреть на берег и песок, и воды медленные слушать. Лесистый склон здесь так высок, как высоки должны быть души. Где на лицо не ляжет тень, не ляжет тень, сейчас и пресно. Благословляю этот день, и этот день, и эту пристань. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Вот на этой чудесной ноте мы ненадолго прерываемся, и сразу после небольшого блока новостей снова возвращаемся в нашу студию к нашим гостям. В фестивале бардовской песни, который пройдет в Новосибирске с 3 по 5 октября, участвуют лауреаты 10 регионов России и 18 стран ближнего и дальнего зарубежья. В составе жюри вновь знакомы поклонникам авторской песни «Имена» Александр Городницкий, Вадим и Валерий Мещуки, Галина Хомчик. А у нас в гостях один из основателей фестиваля, президент бард-клуба «Гитара по кругу» Владимир Аникеев, участник фестиваля Владимир Томилин и его супруга, а также муза и критик Ирина. Когда внезапно возникает еще неясный голос труп, Слова, как ястребы ночные, Срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, Гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик Под управлением любви Надежды маленький оркестрик Под управлением любви Ой, как же хорошо, когда вдвоем. Слушайте, у меня один вопрос к вам. Вот как можно говорить о состязании авторской песни? Я понимаю, когда идет какой-то конкурс эстрадный. Невозможно соревноваться. А почему иногда «Гитара по кругу» был фестиваль, где участвуют вот такие люди, например, как Владимир, побеждают, я даже не боюсь этого слова. Ну мы раз в два года проводим конкурс, а раз в два года у нас просто концерты. На самом деле я тоже, вот как и вы, озадачился этой проблемой, думаю, и сомневался, ну не нужны конкурсы или не нужны. И решил спросить у Городницкого. Городницкий приезжает, мы у него спрашиваем. Александр Мусяевич, чем отличается авторская песня от неавторской, например, первый вопрос. И второй вопрос. Нужны ли конкурсы бардовской песни? Он говорит, конечно, что за конкурсы бардовской песни? Это же не бег с препятствиями. Но тем не менее, он сказал, это определенная мотивация для человека, который собрался с мыслями, собрался, как бы подготовился, выбрал именно вот ту единственную песню, которая может отразить вот все его существо, вот все, вот все, о чем он думал, о чем он думал. Ирина, какое имеете отношение к бардовской песне? Вы просто потому что с Владимиром, и вы поддерживаете его? Или же, может быть, вы тоже мечтаете взять гитару и по кругу? Ирина – главное звено в нашем обществе. Так. Это активный слушатель. А, то есть для Ирины и стараемся, собственно. И муза. Нет, я просто имею музыкальное образование, и у меня… В отличие от Владимира и Владимира, да? Так, вы имеете, и вы можете рассказать, как правильно. Нет, я могу какие-то вещи подсказать, как это со стороны слушается, где можно что-то добавить, где нужно что-то убрать, какую песню лучше подобрать, которая ближе к слушателю, потому что любая песня, она должна дойти до слушателя. Это восприятие со стороны, потому что он как исполнитель, как композитор, автор, там, потому что он тоже… Есть у него свои песни, которые он сам написал и сам исполняет. Он к этому тоже не сразу пришел. А любой слушатель, он всегда воспринимает человека так, как он может это донести до слушателя. А у меня есть предложение как раз проверить нашего слушателя на песнях Володи. От винта доносится шум. От винта доносится шум. По дорогам бродит зима, Письма я тебе не пишу, Знаю, что вернешься сама. А ночь напролет Зателай я тебя возню, Только самолет, самолет Нарушает сна и жилу Ну а где-то дома сейчас Разговор ведут до зари Солнце всходит тысячу раз Если не зажгут фонари А ночь напролет Затевает ветер вознёк Только самолет, самолет Нарушает сна и жилу Вот такой вот утренний концерт сегодня для вас, дорогие друзья Ещё больше песен, конечно же, с 3 по 5 октября В разных местах и в Доме учёных И в Культурном центре НГТУ И, конечно же, в ДКЖ Приходите, ну а вам большое спасибо Владимир и Ирина, спасибо вам за это прекрасное утро Спасибо, ребят, русская песня Ура!